Говорит Черкесск Здравствуйте! Рита Нирова о наиболее заметных событиях республики. Открытие 56 новых и отремонтированных объектов образования и спорта запланировано в этом году в республике. В ходе ремонтных работ в Центральном парке Черкеска обнаружен склеп, датированный примерно XIX веком. На базе Карачаева-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева проходит региональный этап федеральной программы пространства развития. И на курорте Архиз стартовали предпродажи сезонных скипасов на предстающую зиму. Далее подробно об этих и других темах. 4 июля в Большом зале Дома правительства состоится очередная 40-я сессия Народного собрания Карачаева-Черкесии. На рассмотрение будет вынесен ряд законопроектов, в числе которых о внесении изменений в региональные законы, об установлении в республике размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно на этот год, о регулировании отдельных вопросов в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, о государственном стимулировании инвестиционной деятельности и другие. В Доме правительства Республики состоялось заседание Общественного совета при Оригинальном министерстве финансов, ключевой темой которого стали исполнение бюджета Карачаева-Черкесии за первый квартал текущего года, результаты деятельности контрольно-ревизионного отдела за 2021 год, а также проделанная работа по контролю сферы закупок за прошлый год. С апреля прошлого года, когда президент страны дал старт программе до газификации населенных пунктов без привлечения средств жителей, в Карачаево-Черкесии было подано 2347 заявок. Из них уже по 1616 заявкам проложены сети до границ земельных участков. По остальным ведутся работы. По скорости оформления заявок, заключения договоров и выполнения мероприятий по прокладке газовых сетей к участкам Республика на втором месте в общероссийском рейтинге по до газификации. Подать заявку можно очно через МФЦ и службу Единого окна, газораспределительная организация, а еще дистанционно через портал Госуслуги или на сайте Единого оператора газификации России. Открытие 56 новых и отремонтированных объектов образования и спорта запланировано в этом году в Республике. Так, в сентябре по национальному проекту образования откроется новая школа на 164 ученических места в ауле Гирюль-Диокус Жигутинского района и 18 общеобразовательных школ Карачаево-Черкесии, капремонт которых проводится в рамках регионального проекта «Модернизация школьной системы образования в регионе». В этом году откроются и Центр выявления и поддержки одаренных детей в северной части Черкесска, детского технопарка «Кванториум» на базе гимназии номер 18 Республиканской столицы, а также 26 центров образования естественно-научной и технологической направленности, точка роста в сельской местности и малых городах. Кроме того, после капитального ремонта в сельских школах Карачаево-Черкесии откроются 4 спортзала и 4 спортивные плоскостные площадки. В ОСЖГУТЕ на сентябрь текущего года по федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» запланирован ввод дошкольно-образовательной организации на 80 мест. Около 8 километров ветхих водопроводных и канализационных сетей Черкеска заменят до конца года. К работе в осенне-зимний период запланирована замена более 4 километров водопроводных и 3 километра 700 метров канализационных ветхих сетей. К предстоящему отопительному сезону в городе также предстоит подготовить 155 водозаборных сооружений, 15 насосных станций, 120 километров водопроводных и 115 километров канализационных сетей. Запланирована замена 24,5 километра ветхих электрических сетей, а также подготовка 89 километров в линии электропередачи и 122 трансформаторных подстанций. Порядка 10 торгово-остановочных комплексов в столице Карачаево-Чекесе до 1 сентября этого года планируется оформить в едином стиле. Он предусматривает использование только сертифицированных, в том числе в части пожарной безопасности, материалов, имеющих качественную и прочную окраску. Все вывески должны быть выполнены одинаковым шрифтом. При оформлении не допускается применение сайдинга, рулона и шиферной кровли. Все внешние поверхности модуля, включая корпус, фриз, декоративные колонны, рекламные информационные поверхности и ниже ограждающие элементы, должны быть облицованы композитными панелями. На первом этапе будут модернизированы торгово-остановочные комплексы на проспекте Ленина, далее по улицам Октябрьской, Демиденко и космонавтов. Как мы уже сообщали, центр «Мой бизнес» и социальная сеть ВКонтакте запускают программу поддержки предпринимателей по всей России. Она будет реализована в 84 регионах страны, в том числе и в Карачаево-Чекесии. Информацию комментирует заместитель директора оригинального центра «Мой бизнес» Ренат Хатуаев. Совместная акция «Мой бизнес» и «ВКонтакте» представляет из себя возможность для продвижения товаров и услуг на площадке «ВКонтакте». Суть договоренности заключается в том, что, обратясь в центр «Мой бизнес», люди могут получить промокод для участия в этой акции. Что он из себя представляет? Человек может пополнить личный кабинет расхода на продвижение в нем, на 3 тысячи рублей или на 5 тысяч рублей, пополнить свой счет, и в рамках этой акции он получает промокод от сотрудника центра «Мой бизнес», и счет пополняется на аналогичную сумму от взноса. Если он на 3 тысячи прополнил, 3 тысячи добавляется к его счету в рекламном кабинете, и на 5 тысяч, если он на 5 тысяч, пополнил свой счет. Компания Карачаева-Черкес-КНРГ строит новую электролинию к Хабесскому гипсовому заводу. В ближайшее время это предприятие запустит новый цех по производству гипсокартона, а поможет ему в этом Россети «Северный Кавказ», которая строит для завода новые линии электропередачи, чтобы запитать дополнительное оборудование. От Хабесского до Зеленчукского района на 400 опорах будет протянуто 11 километров проводов. В ходе капитального ремонта в Центральном парке республиканской столицы строители обнаружили склеп ориентировочно XIX века. По мнению историков, в нем могут быть захоронены либо основатели станицы Баталпашинская, ныне Черкеска, либо священнослужители бывшего Никольского собора, здание которого ранее находилось неподалеку. Пока что на объекте приостановили все ремонтные работы, рассказал начальник управления ЖКХ мэрии города Сергей Елисеев. Сейчас археологи занимаются обследованием этого захоронения. После того, как все меры по обследованию будут приняты, возможно, получится определить, чье это захоронение. И после этого будет принято решение уже о его перезахоронении. То есть это захоронение будет отсюда убрано. В том числе сейчас проводится работа по определению границ участка на территории Центрального сквера, на который будет также учеными, которые сейчас занимаются, наложены определенные условия использования. То есть, скорее всего, некий участок будет признан объектом культурного наследия, и ряд работ на нем будет запрещен. По словам одного из археологов Андрея Печенкина, делать определенные выводы рано нужно тщательно исследовать находку. Определенно, кто сейчас находится в склепе, еще пока неизвестно. Пока останки не будут извлечены из склепа, пока конкретно ничего нельзя сказать, кто там. В склепе может находиться любой, как это уже неоднократно озвучивалось, что здесь были погребенными 27 человек. На бате Карачаева-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева проходит оригинальный этап федеральной программы пространства развития, направленной на вовлечение молодежи в социальное развитие территорий малых городов и поселений через создание проектных команд. Более 40 человек проходят обучение основам социального проектирования. По результатам оригинального этапа программы «Лучшая проектная команда» получит возможность посетить итоговый форум, который пройдет в октябре текущего года, и выиграть средства для реализации своего проекта. На курорте Архиз стартовали предпродажи сезонных скипасов на предстающую зиму. До конца месяца их можно купить с 35-процентной скидкой по той же цене, что и в начале предпродаж прошлого года. Сезонные билеты дают возможность кататься на курорте каждый день горнолыжного года, включая праздники, в том числе новогодние. В стоимость также входит вечернее катание по освещенным трассам. Таким образом, приобретать сезон скипас летом выгодно не только тем, кто живет рядом и готов приезжать в любые дни под погоду или настроение, но и всем, кто планирует отдохнуть на курорте Архиз в течение сезона, особенно в новогодние праздники. Сезон на курорте традиционно длится с декабря по конец апреля. Гостям доступно 27 километров трасс разного уровня и 8 канатных дорог, гондольных и кресельных. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь и град, ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла, в горах местами плюс 13-18. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 11-14 метров. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 28. На этом информационный блок с Ритой Неровой завершен. Субтитры создавал DimaTorzok